приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про следующий боевой пропуск а также про следующий ивент на и к но вначале хочу вам сказать о том что недавно на стримах был розыгрыш 2 somo sm эти танки скоро появятся у игроков на аккаунтах которые выиграли я думаю что пока видео выйдет они уже свой танк получит мне пришло уведомление о том что они вскоре будут начислены в течение пары часов еще раз хочу поздравить победителей это уже не первый раз разыгрываются прям танки у нас осенью еще разыгрывалась 2 skoda t56 и следующие розыгрыши тоже будут проходить у нас на стримах если хотите не пропустить такое событие то можете подписаться на группу вконтакте либо на телеграм завтра у нас выходит патч 124 24 января в среду там у нас выходит новая ветка японских тяжелых танков стартует она с 5 уровня ну и понятное дело заканчивается на 10 почти 760 тысяч опыта требуется чтобы пройти эту ветку на канале видео про танк 10 уровня у меня есть на тесте немного на нем покатался ну а с выходом патча начну качать ветку и про каждый танчик на стримах можно будет что-нибудь понять что они из себя представляют также пока буду качать ветку буду делать видосы про танки из данной ветки есть там что-то интересное или нет также на сайте есть еще новость про новую ветку очень красиво оформленная стилизованная там япония катаны там вот этого сакура мы же все сами самураи поэтому там все как мы любим все красиво самое смешное что я в поиске вот эту картинку с катаны которая торчит из земли и ворона летают я ее нашел чуть ли не сразу в поиске пишешь катана в земле и там чуть ли не 2 или 3 картинка это она там есть новость про каждый танк информация ттх описание можно полистать посмотреть также красивый ролик тоже можно посмотреть но еще есть надпись такая интересная в новую ветку входит 6 исследуемых машин с 5 по 10 уровень а также премиум машина type 63 и некоторые подумали что он будет продаваться но вроде как разработчики написали что а кто сказал что он будет продаваться но и никто не говорил что он будет продаваться но мне почему-то кажется что рано или поздно все прям танки за новый год из коробок продаются поэтому может быть час он конечно и не будет продаваться но когда-нибудь чё добру пропадать ивента на гк давно не было и следующий ивент будет называться закалка боем пройдет во второй половине февраля формат 15 на 15 на танках 10 уровня будет работать мастерская и аукцион в наградах среди прочего будет новый 3d стиль helldiver для т-95 и 6 также информация по 13 сезону боевого пропуска он будет называться позывной репей но уже по названию можно понять что это связано с остальным охотником поскольку этот репей в стальном охотнике где-то там мелькал по крайней мере я это запомнил новый сезон боевого пропуска репей планируется со стартом обновления 125 ну я принципе так и предполагал ключевыми машинами в этот раз станет концепт номер 5 база 75 и хури 3 это более-менее свежие новые танки им не по 10 не по 13 лет они появились в игре у нас не так давно если в целом так по игре посмотреть а я думаю чё хури 3 чет как-то не нерфится обещали обещали и чет как-то нерв не произошел видимо как-то перед боевым пропуском нерфить танк не так уж и прикольно а концепт номер 5 наверно один из сильнейших сейчас ст по крайней мере по циферкам ему еще и скорость поворота корпуса там апнули так жестко что он там теперь носится крутится вертится но в общем жесть ну и база 75 тоже интересный такой геймплей в принципе танки подобрали прикольные подвезут три новых анимированных непрогрессионных 3d стиля в тематике стального охотника также новые 2d стили и член экипажа также в наличии мы видим что стиле у нас как в стальном охотники выглядит на мой взгляд прикольно также еще хочу сказать про бои которые вы видите на фоне это когда-то давно играл какие-то мне обрезки остались поэтому там результатов боя нет просто когда-то давно я записывал какие-то там бои они у меня остались и либо их удалить либо надо куда-то уже применить потому что они уже лежат чуть ли не полгода надо куда-то их уже приткнуть также в улучшенном пропуске наконец-то появятся шестеренки для улучшения экспериментального оборудования их можно будет зафармить до 1800 штук будет очень обидно если в бесплатном боевом пропуске не будет шестеренок я все время прохожу улучшенный боевой пропуск и фармлю как можно больше ресурсов но наверное есть люди которые играют и в обычный просто проходит если они не будут получать шестеренки то у них не будет возможности улучшать или ставить столько оборудования экспериментального а экспериментальное оборудование плюс-минус на некоторых танках заходит хорошо я бы не сказал бы что она прям нужно всегда и везде но на некоторых танках те бонусы которые она дает они прям реально нужны в принципе это все новости пишите свое мнение в комментариях сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и а